Милиция, дежурная часть Кузалкова, слушаю вас. На рассвете в дежурную часть Дядьковского РОВД звонки стали поступать один за другим. Первой встревожилась диспетчер такси, сообщившая милиционерам, что водитель уже долгое время не выходит на связь. То, что опасения были не напрасны, стало ясно уже через 15 минут. По пути на работу житель Дядькова буквально наткнулся на окровавленный труп мужчины. Неподалёку стояла пустая машина. На место происшествия сразу же выехала оперативно-следственная группа. Задача сложилась тем, что надо было установить мотив совершенного преступления, потому что вещи, принадлежащие таксисту, в том числе и деньги с машины, похищены не были. На фотографиях Игорь Цыганков рядом с любимой супругой и сыном в окружении друзей-однополчан. Судя по рассказам знавших его людей, у него просто не могло быть недоброжелателей. После выхода на пенсию бывший военный пошёл таксовать. Родственники говорят, он просто не мог сидеть сложа руки. И за три года, что был за рулём, ни одного нарекания. Всегда дисциплинирован, вежлив и улыбчив. Игорь был добросовестным работником, чувствовалась военная выправка в нём, потому что много отслужил, работал качественно всегда, даже чересчур много. Как так случилось, что вроде бы мирная поездка переросла в перепалку и закончилась кровопролитием, задержанный так и не смог объяснить. Но итог – несколько ударов ножом, один из которых – в сонную артерию. Не шанса на спасение. 23-летнего жителя деревни Чернятичи, что в нескольких километрах от Дядькова, задержали уже через несколько суток. – Какой у вас тачка? – Ну, в домах для хозяйственных нужд. То есть порезать хлеб, колосок туда-сюда. – Когда вы у вас с собой носите? – Два дня носил. – В отношении данного лица с судом, Дядьковским городским судом, избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, назначен ряд экспертиз. Результаты следствия передадут в суд, который и вынесет окончательный вердикт. В случае признания вины задержанный может провести за решёткой до 15 лет. Елена Бочкарёва, Андрей Гапонов. События Дядькова. Редактор субтитров А.Семкин